Здравствуйте, друзья, из летнего жаркого Санта-Круз, с Техоокеанского побережья, мы тут немножко замерзаем, 3 июля 2018 года, у нас в гостях Валентина, приехавшая из... У вас там жарко в Техасе или как? Очень жарко, на прошлой неделе 107 градусов по Фаренгейту было, очень большая разница с Калифорнией. Валентина раньше жила? В Алма-Ате, в Казахстане. Как там, в Казахстане тоже жарко или не очень? Летом бывает жарко, летом очень жарко. Если сравнить Алма-Ату и вот, скажем, где вы в Техасе? В Далласе. Ну, в Далласе, там тоже, наверное, жарко. Очень жарко и в Алма-Ате, и в Далласе летом. В Алма-Ате снег только идет зимой, в Далласе так нечасто бывает. А в Далласе влажнее? Нет, нет. Не влажно? Нет, по сравнению с Алма-Атой не очень влажно. Хьюстон вот это... Ну, да, да. Очень жарко и влажно. Ну, хорошо, хорошо. Давайте вы про себя. Значит, у вас возраст секретный или вы еще такая юная, что прям не секретитесь? Не секретитесь. Давайте. Мне 26. Ой, ну, хороший возраст так еще. Вроде уже не 16, а в то же время еще не 60, правильно? Да. Хорошо, так. Ну, давайте про себя. Учились где? Я училась в университете Арканзаса в Пейт-Вилле два года. И потом меня пригласили играть за Норс Тексасу. Это в Дентоне около Далласа. Так, тут я что-то уже сбился. Значит, вас пригласили в Арканзас учиться в университете из Алматы. Да, из Алматы. Ну, а за какие заслуги, может быть, тебе скажете? Я была топ сотни юниоров в мире по теннису. А, не в Казахстане, а в мире? В мире, да. Так, а в Казахстане? В Казахстане я два раза выиграла чемпионат Казахстана. В каком же возрасте? Мне было 15 и 16. То есть по юниорам? Да, по юниорам. Нет, по взрослым. По теннису? Да. Вот прямо бегали с ракеткой? Да. О-о-о. Смотри, слушайте, ну хорошо. И вам говорят, приезжай в Арканзас, учись чему? Можно было свой мейджор выбирать. Я остановила свой выбор на психологии. Ну, подождите, это же не просто психология, надо еще за них играть в это время? Да, да. Я получила полный scholarship, полную стипендию. А стипендии это сколько дают? Это все, что оплачивают. Проживание, стоимость обучения. Ну, деньгами дают что-то, в ресторан пойти, погулять, отдохнуть. Все оплачено на кампусе. То есть, грубо говоря, ты находишься на полном содержании, но не разгуляешься. Да, достаточно, чтобы оплатить свои расходы. Ну, хорошо. А когда на соревнования ездишь? Слушайте, а вот на соревнованиях там тоже все иностранцы или там американцы тоже играют? Там все играют. Там очень много иностранцев, потому что... Студенты? Студенты, да. Их пытаются пригласить играть за университет в первый дивизион. Много иностранцев, поэтому... Но много и американцев. Хорошо. Вот вы приехали. Два года в Арканзасе отбатрачили, а потом... Потом меня пригласил тренер из Норс Тексас, из UNT, играть за университет. И мне очень понравилось. UNT – это University of North Texas. И в Далласе. В Далласе, да. Ну, это рядом с Далласом. Дентон называется. Дентон, хорошо. Тридцать минут от Далласа. А вот теннисистки вообще, девочки, они рослые или они, наоборот, маленькие? Или вот в целом? Ну, вот вы, допустим, такая стройная, большая девочка. А вот маленькие играют такие совсем, шмакодявочки? Да, да. Тоже, да? Бывает. А как же они бегают там? Они быстрее даже бегают. А так у них рук-то вот столько же не хватит там? Да, это преимущество, когда ты высокий. Раз в ракетку, конечно. А им бежать надо? Им бежать. Так. Они быстрые. Ладно, ну хорошо. А вы где-то вот встречались, может быть, с какими-то такими именитостями? Вот, может быть, с Шараповой там где-нибудь там, в раздевалке там? Я встречалась на большом теннисном турнире в Indian World с Lindsay Davenport. Так. С другими теннисистами я особо так не пересекалась, но я встречалась со знаменитостью Далласа. Так. Мы с ним в теннис играли, его зовут Дёрк Новицкий. Так. Он за Dallas Mavericks играет, и он очень хороший теннисист тоже. Ага, то есть Mavericks это… Это баскетбольная команда Dallas. Я их не знаю, поэтому так я интересуюсь. Хорошо. Ладно, здоровенный, наверное. Да, очень высокий. Зато у него очень сильная подача. Ну хорошо. Ладно, это компенсирует, конечно. Так, ладно. Ну вот вы перешли учиться в другой университет. А там тоже как бы просто на содержание денег не дают. Да, там денег как бы тебе не платят. Хорошо. Это считает… это только то, что покрывает… Хорошо, хорошо. Сэкономили на наших девочках, ладно. Значит, учились вы, играли. А мейджор меняли с психологией на что-то? Да. Ну, вообще-то я закончилась с психологией. Я начала с бизнеса, потом я переменилась на nutrition, на hospitality science. У меня было несколько отклонений, но… Слушайте, ну вы же как спортсменка. Вам же, наверное, интересно было… Сказали nutrition, да? То есть питание. Это же, наверное, близко как-то. Вы же должны в этом разбираться. Да, очень важно для спортсменов знать правильное питание. Мы сейчас, друзья… Вот нам Валентина привезла целую сумку с правильным питанием. Мы сейчас будем готовить и сделаем отдельно… У нас будет сюжет по рецептуре. Ну, хорошо. Значит, все-таки давайте мы продолжим эту линию. Вот берут девочку маленькую. Она там в теннис играет, денег ей не платят. Университет она закончила. Что с этим делать? Что с этим делать? Ну, потом… Разрешения на работу у вас нету, когда вы закончили? Мне давали разрешение. Любому международному студенту дают на год. Это называется OPT. Так. И за это время у тебя есть какой-то выбор. Если… Или ты найдешь работу здесь. Если тебе помогут, спонсируют на дальнейшую визу и грид-карту, то ты можешь оставаться в стране, легально работать. То есть надо, чтобы… Значит, ну, получается, что надо найти, кто тебя возьмет на рабочую визу. Надо, чтобы, значит, в лотерею рабочих виз попасть, а там чуть-чуть не 4 к 1. Ну, то есть совсем шансы-то скромные. Да, очень скромные. И поэтому вот в этот год я подумала, что же мне дальше делать. И у меня был immigration attorney в Далласе, адвокат по иммиграционным вопросам. И я посоветовалась с ним, и он сказал, если у тебя есть магистратура, которая очень специфическая к твоей деятельности, у тебя больше шансов получения или рабочей визы, или грин-карты. И на тот момент у меня была психология. Поэтому я решила закончить магистратуру и уехала в Liberty, в Вирджинию, в университет. И тоже там играла? Я работала с командой, за счет этого мне оплатили обучение, магистратуру. То есть уже как помощник тренера? Как помощник тренера, да. Я работала с командой, также путешествовала с ними два года. Мы играли соревнования по выходным. И потом, когда я закончила, у меня был работодатель, который согласен меня спонсировать. Рабочую визу сделать? Сразу грин-карту сделать. Потому что я ему объяснила, что будет очень сложно с рабочей визой. И мы начали весь процесс заранее. То есть они начали делать вам грин-карту. И сколько времени заняло? Около двух лет. То есть не быстро? Да, не быстро. Но мы начали процесс заранее. Потому что даже до моего окончания. Для тех, кто не знает, друзья, я должен сказать, что можно оформлять человеку грин-карту, когда он не только у тебя работает, а вообще он даже и не работает. Он живет где-нибудь там в Алма-Ате, и ты хочешь его взять. И ты говоришь, вот хочу на него сделать грин-карту. Они, конечно, могут сказать, органы могут сказать, а что ж ты его по H1B не возьмешь? Он бы пока у тебя работал, если так нужен. Но сейчас по H1B не возьмешь, сейчас там лотерея со всеми делами. То есть для того, чтобы на человека делать грин-карту по найму, его не обязательно нанимать. Можно потом как бы, под будущее найму тоже можно делать. Вот вы этим путем шли? Да, я этим путем. Такая тихонькая, скромненькая, такая сидит, улыбается. Правда? Ну, нужно... Коршун. Нужно просто... Я показала себя хорошо, когда у меня был интерншип до окончания университета. И я работала в лагерях, тренировала теннисные уроки. И еще я до того, как начала магистратуру, я построила хорошее резюме. У меня были хорошие отклики от других тренеров, от моих боссов. Валюш, давайте я вопрос задам. Все-таки вот девочка, так, симпатичная, видная, вообще, ну, просто атака, так. И такая все классная. И 26 лет. Уж наверняка вот как-то вы могли там уже 10 раз там и замуж выйти, и... Ну, а что вот? Была цель карьера, ну, теннис, конечно же, образование. И не было времени на подыскание правильного человека. Ну, за любого тоже не принес, конечно. Да, не было времени достаточно, чтобы с кем-то как-то общаться, выбирать. А мама что говорит? Мама говорит, вот сейчас будет... Пора. Да, сейчас пора. А вам... Я понимаю, что, наверное, русский у вас лучше, чем английский. Но вот английский у вас совершенно свободный, или вы иногда чувствуете себя как-то... Свободный английский, свободный. И произношение, вот акценты... Акцент есть, акцент есть. Немножко есть. Да, ну, иногда и по-русски у меня некоторые слова неправильно говорю. Да, я иногда говорю и по-русски не идеально, а идеально. Хорошо, ладно. Давайте тогда... Будущее какое? Грин карта у вас есть. Работаете вы кем? Тренером. Я работаю тренером по теннису в Далласе в кантри-клубе. Ну, то есть, просто какой-то спорт-клуб такой, можно сказать. Жить с этого можно? Да, можно. Ну, то есть, вот так... Ну, скажем, не как инженера все-таки, это меньше? Нет, это меньше. Это не как адвокат или инженер, или доктор, например. Нет, ну, доктор – это инженер до доктора не дотянется. Ну, допустим... Ну, хорошо, жить можно. Это вы должны частные уроки давать, или вы на зарплате, или и то, и другое? И то, и другое. Нужно давать частные уроки, нужно заниматься программированием, планом, тренировок. Я, например, директор юниорского тенниса в нашем клубе. Это недавно меня повысили на мои позиции. То есть, административная функция добавилась? Да, административная. Уже меньше времени ты тренируешь на корте, больше занимаешься программами, планами тренировок. Подождите, но ведь надо же еще форму тоже поддерживать? Да, надо еще самой. А много уходит времени? А вы участвуете в соревнованиях? Сейчас нет. Сейчас все уходит, время на тренерскую деятельность. А вы еще планируете как-то поиграть? Так вот, или так уже больше только для здоровья там? Только для здоровья сейчас у меня цели-то. А вот теннис, как вид спорта, там можно сильно повредиться? Нет, можно подвернуть что-то, но это самый безопасный спорт. То есть, не потянет? Ну, потянуть тоже можно. Можно потянуть, да. Да, но это безопаснее, чем другие некоторые спорты. Хорошо. Ладно. Откуда вы нас знаете? Вот я ребятам просто рассказываю, что Валентина написала письмо Светлане, да? А я на самом деле увидел потом, вы и мне написали. Да. Но я увидел только уже после того, как со Светланой. Потому что у меня много аккаунтов в разных соцсетях, и я просто не успеваю. И тут я уже увидел, ой, говорит, что та самая Валентина, что со Светой общается. Вы откуда нас знаете? У меня мама очень любит ваш канал. Понял. Она смотрит. Маме привет. Привет. Как зовут мама? Татьяна. Тоже симпатичная? Да, очень. Да, что же, вот понимаешь, все, казалось бы, уже вывезли всех симпатичных, а еще вот все время остаются, остаются какие-то. Ну, вот она очень любит канал на YouTube, она смотрит все время, следует за всеми новостями. У нее несколько есть каналов, которые она каждый день проверяет. Так, а кого еще смотрит-то? Ну, она знает нескольких из Калифорнии. Это Кристина, она по фитнес. Понял, понял, да. Как мотиватор. Ага. Да, хорошая. И Ольга. Брукман. Ага, она тоже. Подружка. Я, правда, ее не видел пару лет, но мы с ней, как бы, в хороших отношениях. В теплых. Понял, понял. С Наташкой Вик смотрит? Да, да, тоже смотрит. Тоже смотрит. Я у нее песенку спел, она вчера повесила. А, еще не посмотрела. Да, значит, ну что же, хорошо, ладно, то есть мать говорит, будешь в Калифорнии, езжай, говорит, и здоровым питанием. Да, да, я так, она порекомендовала посмотреть Гаврилова тоже. Доктора. Доктора Гаврилова. Так. По диетологии все, чтобы правильно кушать. Вы знаете, вот с доктором Гаврилом очень интересная такая история. Он потрясающий совершенно дядька, так вот, ну, в общении. Вот. И мне очень хотелось его показать, знаете, вот как есть. Он такой обаятельнейший совершенно человек. И я видел у него на YouTube-канале, у него много всего, но он привык сниматься там. Он на Первом канале, там у Андрея, как его, ну, забыл, я их ведущих там не помню. Ну, не важно. В общем, он такой раскрученный там, по телевизору все. Но он там не такой, как вот в жизни, да. Я только к нему с камерой, значит. Ну, мы договорились, я только к нему с камерой. И вот только бах! И вот как в телевизоре. То есть он уже, понимаете, мне не удалось. Мне не удалось. Но, ну, все равно он, конечно, очень классный там. А вы, вот Светлане, я видел, вы каких-то ей там советовали блогеров в Инстаграме, в YouTube, которые по кулинарному делу? Да, да. Откуда вы их знаете? Тоже мама посоветовала. Она смотрит Саша Зверева. Так. Саша? Да. Это девочка? Так. А где она? Она живет в Лос-Анджелесе. Так. Молоденькая? Да, да. Так. И она готовит разные рецепты, все здоровые. Потому что надо Сашу к нам сюда. Симпатичная. Да, да. И она певица. Да вы что? Ну, как же мы? И у нее блог кулинарный. У нее есть страница в Инстаграм. И на этом канале она выставляет разные рецепты и видео полезные. Не только по питанию. То есть видео у нее в Инстаграме, а не на Ютубе? Да. Больше на Инстаграм. Может быть есть несколько на Ютубе. Я понял. Я понял. Но в основном Инстаграм. Я просто как-то не живу в Инстаграме. У нас уже так много народу в Ютубе, что как-то мне бессмысленно заново начинать, когда вот уже все тут. А вы пользуетесь Инстаграмом? Да, я пользуюсь. А в чем фишка Инстаграм? Можно выставлять разные фотографии. Можно их менять. Можно какие-то писать captions. Ну хорошо, но это же как бы сказать… А видео там зачем смотреть? В видео можно там какие-то продвигать свои дела. Некоторые продвигают свои… рекламу дают своим продам. Я понял. Давайте к вам немножко вернемся. Вот вы сейчас работаете по найму там в этом деле. А у вас нет желания какую-то свою школу открыть? Нет ли у вас желания куда-нибудь съехать там? Вы же много по стране где были? Вы хорошо представляете там вот где чего. Вот нет желания куда-нибудь переехать со временем? Ну пока нет. Пока мне очень нравится в Далласе. Хорошо. А вот допустим свое какое-то… ну что-то свое хозяйство. Или вам комфортно быть по-моему? Сейчас мне очень комфортно работать там, где я нахожусь. Мне так нравится. Мне все нравится мембершип, члены клуба. Очень хорошие все люди. Это дядьки больше или женщины? Все это семьи. А, семьи. Дети, да. И дети, да. А так вы с детьми? Да, да, да. Я много с детьми занимаюсь. Ну я много уроков даю любительских. Обычно это по утрам. По вечерам у нас юниорские группы приходят. Такой вопрос. Вот с точки зрения того, что вот есть… Нас смотрят зрители, которые, может быть, интересуются эмиграцией, например. Вообще, как попасть в Америку и так вот… Я считаю, что ваш путь, он не был простым, но он, в общем, хороший. Многие бы так хотели. Но спортсмены, они в курсе, что такое есть? Вот вы, например, как узнали, что можно поехать в Аризону и вот на эту программу? Может быть, вас приглашали еще в другие страны? Я не знаю. Вот люди, когда в спорте, у них это обычное дело? У теннисистов так часто бывает, и все теннисисты как-то знают об этом. Ну вот другие спортсмены так… они, видимо, не интересуются своими возможностями за границей в США. Да, и… То есть, меньше знают? Да, меньше знают. А команды есть? Команды есть, плавание есть, есть футбол… В смысле, американский футбол? Рэгби, да. Есть сокер. Ну, не шахматы вот там, туда-сюда… Шахматы так редко бывает, да, такое не бывает. Я знаю, что дают сколоршипы, такие стипендии полные, например, тем, кто поет или там танцует, какие-то такие артистические деятельности, такие художественные занимаются, тоже такое есть. Гимнастика. А, ну это спорт уже. Да. Ну, по такому я не знаю. Я знаю, что дают визы, вот, по специальным special abilities. Да, ну это одаренные такие, да. А, да. Хорошо. Но вот именно через университет, вот через вот такой путь, как вы говорите. Ну, то есть, получается такая история. Как психолог, например, вы бы не смогли таким путем пройти. То есть, кто будет делать грин-карту психологу из университета? Да, это сложнее. Это гораздо больше соревнования с людьми из США. Из США, во-первых, и с опытом, во-вторых. Да. То есть, надо быть либо на какой-то такой технократической, востребованной профессии, там, инженерной, там, или что-то. Угу. Ну, что же. Ну, хорошо. Я надеюсь, что, ну, кроме мамы, так, нас еще люди посмотрят, им будет интересно. И, может быть, знаете, что я подумал? Что вот те родители, которые своих деток думают, куда отдать, в какой спорт. Может быть, они задумываются, что теннис не такой плохой вид спорта. Да, да, да. И с какого возраста дети играют в теннис? Скажем так, какой возраст не поздно начать? Не поздно восемь лет. Восемь лет – это не поздно еще. А начинают так, а бывает, скажем, в каком диапазоне начинают? Я бы сказала, от шести до восьми хорошее время начать. То есть не четыре, не пять? Нет. Четыре, пять – можно немного представлять ребенка к теннису, чтобы какие-то игры играть. В основном это все можно как мячик поймать, как ударить на землю. А вообще нужно заниматься больше физическим развитием, когда четыре, пять, шесть нужно. Я, например, вот ходила на гимнастику, и многие теннисистки и теннисисты вот тоже занимаются общим развитием гимнастика, потому что это дает общую физическую подготовку. Такая растяжка какая? Растяжка, баланс, сила, быстрота, скорость. Координация какая? Координация. Это все помогает. И потом, когда ребенок начинает уже играть в теннис, намного проще. Можно быстрее наладить теннисную игру и технику, потому что есть координация и баланс. А если так с тенниса начинать, то это гораздо сложнее. А вот с точки зрения уровня, начиная с какого, уже становятся доступны вот эти приглашения, эти возможности поехать куда-то. Вот вы сказали, что вы были два раза чемпионом, чемпионкой Казахстана. А вот не чемпион, например, третье место тоже могла бы так поехать? Да, да. Все равно можно поехать. Многие делают такое интервью перед камерой и говорят об их целях. И если, например, у них нет достаточно рейтинга, они снимают видео, как они играют в теннис или в другой спорт. И посылают туда. И посылают тренера. Да. И посылают тренера. И потом главное знать, куда ты хочешь ехать. Ну вот, например, я советую, главное, чтобы хороший человек, тренер был, что вот он все делает. Просто я пытаюсь какую-то практическую такую ниточку потянуть, чтобы у людей как-то появилось. А вот если они хотят узнать побольше об этом, есть какое-то место, где можно пойти почитать? Ну вот, какой-то ресурс, может быть, вот, может у вас блог какой-то есть, я не знаю. У меня нет блога по такому, именно по спорту, но бывают такие агентства, которые советуют, куда можно поехать. Например, Stadia Broad есть. Да. А есть именно для спорта такие агентства. Я лично не шла через агентство. То есть, с другой стороны, если люди там, скажем, они развиваются, играют, какие-то, какого-то уровня достигают, то, в принципе, для них эта информация доступна. То есть, если он интересуется, он найдет. Да. Ну что же, давайте мы так, у нас тут темнеет, мы на улице сидим, мерзнем, мы тогда попрощаемся с нашими зрителями и пожелаем им успехов во всяких начинаниях. Правда? Да. Всем успехов. До свидания. Счастливо. Редактор кミкновidsо. Редактор субтитровя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...